АФЛ на связи И это будет очень интересно Начнем с того, что у нас 4 категории, 4 корзины, где разбиты команды по силам Первая попали это команды, которые закончили в главном сезоне первую половину, выше 8 места Вторая категория это команды, которые также выше 8 места Но возможно они слабее первой категории, например 6, 7, 8 места Либо же это команда спорные моменты, которые у нас есть в Челси и Шарке Которые набрали одинаковое, ну на одном месте в 8, но набрали разное количество очков Соответственно Челси в одной корзине, Шарке в другой корзине Третья категория это команды, которые закончили ниже 8 места И четвертая категория это новые команды, которые не участвовали в ФЛ до этого Начнем с того, что в кубке будет 6 групп по 4 команды Сыграем 2 круга, соответственно это 6 туров Также стоит отметить, что пройдет в плей-офф 2 команды первое-второе место И лучшие 4 команды третье место В каждой группе будет не более 2 команд с одной федерацией Если же попадает, мы выбираем третью команду, которая, например, третью английскую команду в одной группе То она, соответственно, будет в другой группе Мы ее перенесем в другую группу Так, ну начнем, наверное, с первой категории Да, приступим Я буду обращиваться, потому что не будет никаких сомнений Первая команда, которая у нас попадает в группу А, это команда Интер Интер Выписываем Интер Стоит отметить, что команда закончила первое место на первом районе, да В Итало-Германии Это очень сильный клуб Наверное, один из самых сильных клубов, который сейчас участвует у нас в зимнем кубке Винтер Кап Да, так, вторая команда В группу Б В группу Б Это Две команды склеились Сейчас сделаем замок Это команда Эвертон 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 тоже очень сильный клуб Не просто так Они в первой категории Это команда Латсо в группе С Все возглавят Латсо В группу Д идет команда Дерби Каунти Поздравляем Дальше у нас команда Малага В группу И Малага И, соответственно, группу Ф Атлетико Мадрид Стоит отметить, что в первой категории находилось две английских, две испанских и две итало-германских команды Соответственно, сейчас пока равное количество команд Только все начинается Да В категории В категории 2, а также по две команды каждой федерации Давай Группу А Гранада Гранада встретится с интром Будет интересно Гранада Группу Б идет Блэкпул 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 Вот уже английская группа собрана Блэкпул Группа Б больше английских команд не сможет набирать Эвертон и Блэкпул в группе Б Опять две команды склеились В группу С идет команда Ньюкасл Юнайтед Группа С С Лацио, да? Лацио и Ликасо в группе С Группу Дерби Идет команда Шальке Шальке Как и загадывал Да Интересное будет противостояние Дальше у нас идет команда Патерборн Патерборн Малага Тоже очень интересно Два новых клуба И довольно молодых В группу Ф соответственно идет команда Реал Мадрид Группа Реал Мадрид Так, испанская группа собрана Сейчас, давай чуть-чуть перерыв сделаем Так Получается, группа Б и группа Ф уже испанские клубы собраны Соответственно, на следующей стадии у нас Манчестер Юнайтед и Челси не смогут попасть в группу Б И Валентия и Валентия не сможет попасть в группу Ф Давай А если учитывать еще последние группы, которые новенькие? Ну, там уже посмотрим Ладно Так, интересно Дальше что будет в группу А попадает команда из третьей базины Это у нас команда Штутгарт Штутгарт Группа А Штутгарт Интер, Штутгарт и Граната Хорошая группа В группу Б идет команда Валентия Группа Б Валентия 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 тяжелая будет только в группе, конечно Туда идет команда Челси Так В группу Ц английские команды тоже попадают В группу Д Получается у вас соперника, а это будет именно Герта Герта Итало-Германия тоже не сможет попасть в группу Д И группа И Это у нас команда итальянская Парма Парма И, соответственно, последняя команда Это команда Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Тоже сильная группа Реал Мадрид Атлетика Мадрид Так Опять делаем перерыв небольшой Смотрим на итоги Значит, у нас английские Так, в группе А у нас собрались Интер Гранада Штунгард Это с разных федераций Только Интер Штунгард с одной федерацией Да, итало-Германия собрана Итало-Германия собрана Группа Б Эвертон Блэйк по Валентия Значит, Англия собрана Группа Ци Лацио, Нью-Касл, Челси Англия собрана Группа Д Дербешалки, Герта, Итало-Германия Собрана Группа И Малага, Падеборн, Парма, Итало-Германия Собрана И группа Ф Атлетика Мадрид и Леал Мадрид и Мью Это Испания Собрана Соответственно, у нас Что получается Так, у нас осталось три английских Одна испанская и две итало-Германская Итало-Германия Итало-Германия у нас Пока буду мешать Так, пока мешать Лидс Ноттингем и Фуллхэм Это английские В эти три группы И одна испанская только Ну, давай, вытаскивай Посмотрим, что получится Группа А Идёт команда Ноттингем Форест Ноттингем Форест Это Англия Новая команда Ноттингем Есть Дальше в группу Би Отправляется команда Отправляется команда Сарагоса Группа Би Сарагоса Так, подожди, не спеши Пока все неплохо складывается Так, осталось две английских и две итало-германских Ну, уже логично сейчас Будет складываться Сейчас Либо группа С Либо группа Д Смотря какую вытащить Или Англия Фортуна Фортуна, группа С Фортуна Мусельдорф Фортуна Фортуна Челси не указывал от мяса Группа Д От команды Фуллхэм Так В группу Д Идет команда Фуллхэм Так Остается Ну, тут уже логично То, куда идет Лиц идет у нас Получается В группу И Лиц В группу И Лиц И Мотера Тондо В группу Эп Но Эвэ Тондо Тондо Ну что Жеребевка Прошла успешно С первого раза Все довольны Надеюсь Своими соперниками Также Желаем вам Показать Настоящий Мастер-класс Выложиться В этом кубке На все сто процентов Подобрать состав И И Чтобы этот кубок Вам Дал Не просто Хорошую игровую практику Но и Больше Позитивных эмоций Так как Он у нас Первый Зимний кубок Мы Выложимся на все сто Что от нас зависит Мы все сделаем Играйте в футбол Любите футбол И не забывайте Получать от него Исключительно И только удовольствие Всех еще раз С праздниками И до скорых встреч До свидания Субтитры сделал DimaTorzok